Тарифы на электроэнергию Артур Парфенчиков Горная и лесная отрасль Карелии Остро нуждается в кадрах И транспортной инфраструктуре Проблемы карельских горняков и лесорубов Обсудили на заседании Общественного совета При Министерстве природы республики Мария Лукьянова продолжит Проблем оказалось немало Представители горно-промышленного комплекса Карелии Пожаловались на нехватку подвижного состава И невозможность транспортировки полезных ископаемых Мы все прекрасно понимаем Что добыть мы можем много Как это дело все вывозить Ведь инициатива министерства С точки зрения роста объемов добычи Может быть полностью похоронена Возможностями инфраструктурными Не менее важная проблема Кадровая Как выяснилось на заседании Молодых специалистов горной и лесной промышленности Не хватает Одна организация решила Демидефицитом воспользоваться Вы все об этом знаете Я скажу Так вот сейчас В Петрозаводске вполне легально За 100 тысяч рублей На базе техников Получить квалификацию горного инженера На сайте карельского правительства Опубликована концепция социально-экономического развития Карелии До 2022 года Как сообщили участники заседания В проекте отражены Лишь направления дальнейшего развития региона А вот конкретных предложений немного В том числе по развитию лесной и горной промышленности Все-таки она должна работать На реальный сектор экономики концепции На реальное повышение уровня жизни населения И когда я вижу в качестве индикатора Результата работы концепции Развития майнинговых ферм Я думаю, что мыльные пузыри Они без нашего участия надуются У участников заседания Также возникли сомнения По срокам реализации новой концепции По словам Сергея Сенкевича Только на подготовку необходимой документации Потребуется как минимум три года Мария Лукьянова, Константин Николаенко Программа ПТЗ говорит В Петрозаводске началась замена лифтов Фонд капитального ремонта в 2018 году Заменит 77 подъемников В разных районах города Проектная документация уже разработана Как сообщает Минстрой Карелии В настоящее время проводятся аукционы По выбору подрядной организации На проведение работ по замене лифтового оборудования Большую часть подъемников Заменят в Петрозаводске 77 Среди улиц, на которых запланированы Ремонтные работы Березовая аллея, Лыжная, Калинина, Московская, Пархоменко, Чкалова, Шотмана, Проспект Александра Невского И переулок Попова По какому принципу выбираются дома Рассказали в администрации города Первое и самое важное По которому мы включали эти лифты В программу Это естественно срок эксплуатации Срок эксплуатации лифта Составляет 25 лет Вот первые лифты, которые мы сейчас меняем Они были введены в эксплуатацию В 83-м году И второй принцип Дом должен был собирать взносы По капиталю ремонту На счете регионального оператора На сегодняшний день Замена лифтов проходит в четырех домах На проспекте Александра Невского 37 Работа уже кипит Подвозят оборудование Демонтируют старую кабину И меняют тросы Жители дома довольны Также лифтовое оборудование Меняют на Петкеранской 6 Ведлозерской 16Б И Лыжной 22А Установка оборудования будет проводиться Под строгим контролем Фонда капитального ремонта Карелии Если работа не будет сдана в срок Подрядчику грозят штрафные санкции Но нашу съемочную группу уверили Что задержек по сдаче лифтов не будет Полный список адресов Где появятся новые лифты Опубликован в паблике Минстроя Карелии В социальной сети ВКонтакте 15-й с конца Эксперты российского информационного агентства Рейтинг проанализировали Качество жизни в 85 российских регионах Основные критерии оценки Уровень доходов населения Занятость, безопасность проживания Социальная инфраструктура Экология, здоровье и образование Карелии досталось 70-е место в рейтинге А теперь коротко о других событиях По данным Карелия Стата В прошлом году жители республики Стало на 2400 человек меньше В сравнении с 2016 годом Естественная убыль населения Выросла на полтора процента Причина все та же Смертность по-прежнему превышает рождаемость Чтобы исправить демографическую ситуацию Администрация города Приглашает петрозаводчан На традиционный бал молодых семей Прикосновение любви Мероприятие пройдет 8 марта В ресторане Карелия Ведущей солистке музыкального театра Ольге Масловой Присвоено почетное звание Заслуженной артистки Карелии По такому случаю Театр приготовил своим зрителям сюрприз Единственный в этом сезоне Показ оперы «Мадам Баттерфляй» С Ольгой Масловой в роли Чиучиосан 15 февраля жители карельской столицы Смогут сдать энергосберегающие лампы И ртутные термометры Экомобиль будет дежурить У спорттоваров на улице Красной У Добрыни на улице Питкеранской И на нижней парковке Ленты На улице Ленинградской Лидер культовой панк-группы «Эксплойтед» Уотти Бьюкон Записал видеообращение И пригласил любителей панк-рока На свои концерты Которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге А также в городе Название которого музыкант Так и не смог произнести Шахматам все возрасты покорны В Петрозаводске прошли Отборочные соревнования Четвертого международного шахматного турнира Российских пенсионеров Организованные Карельским отделением Пенсионного фонда И правительством республики Самому старшему участнику 85 лет Самому младшему 60 В шахматном турнире приняли участие 54 пожилых шахматиста Из Петрозаводска и большинства Карельских районов Сражались с утра до вечера В женском и мужском зачетах По словам организаторов Шахматист как хорошее вино С возрастом становится только лучше Сегодня мы говорим о том, что умственная нагрузка Умственные занятия продлевают жизнь А наша самая главная забота Это забота о здоровье Физическом, душевном Наше старшее поколение Вот для этого и проводится этот чемпионат Победа в шахматном турнире досталась Пенсионеру из Петрозаводска Льву Савалайнину В женском зачете победила Екатерина Габричидзе из Кондобоги Победители будут представлять республику На общероссийских состязаниях Новости на сегодня все В студии работал Александр Лычагин До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин